где я купил целый набор шапок с надписями «Беларусь» и «Минский тракторный завод». Так что я и мои друзья-фермеры из Айова и Канзаса будем ходячей рекламой Беларусь. Он сказал, «ЦРУ убило моего дядю, президента Кеннеди. Это факт. Все это сочетается со свободным распространением наркотиков, марихуаны, гашиша, которые легализуются правительствами штатов по всей территории США. Политика Вашингтона — это катастрофа. Первое, что следовало бы сделать, это улучшить отношения между людьми. В американских, западных СМИ сегодня Россию демонизируют и преподносят как дьявола и врага. Это отравляет умы нашей молодежи в Америке. Во-первых, мы могли бы запустить взаимообмены, чтобы молодые американцы приезжали в Беларусь, в Россию, а россияне — в США. В Шиллеровском институте, в котором я работаю, мы пытаемся донести американскому народу, что было бы гораздо лучше дружить с Китаем и Россией. Ведь эти три государства — Россия, Соединенные Штаты и Китай — большую часть американской истории были большими друзьями. Поэтому мы пытаемся работать над тем, чтобы напомнить об этом в Америке, как бы трудно это ни казалось сегодня. Могу ли я высказать еще одну идею? Информированные американцы знают, что победа генерала Вашингтона в американской революции, возможно, не увенчалась бы успехом без императрицы Екатерины и договора о вооруженном нейтралитете, и что наш великий Авраам Линкольн, возможно, не преуспел бы в победе над Югом, если бы не Ваш царь Александр Второй, который поддержал Линкольна в войне против сепаратистов. Таким образом, Америка в очень и очень большом долгу перед Россией, исторической Россией и даже сегодняшней. Американский народ — не воинственный народ, и по мере того, как продолжается конфликт в Украине, одобрение американским населением поставок оружия и поддержки нацистского режима Украины становится все меньше и меньше. Возможно, вы читали в газетах, что в Конгрессе США отказались принять национальный бюджет, потому что группа конгрессменов сказала, «хватит давать деньги на оружие для Украины». Так что, чем больше продолжается это ужасное кровопролитие, это ужасная гибель молодых украинских и русских мужчин, тем больше американский народ начинает осознавать, что это очень и очень неправильно. Я только что вернулся с двухчасовой экскурсии по Минскому тракторному заводу, и это было удивительно. Помимо того, что здесь столь высокое качество продукции машиностроения, очевидно, что ваша небольшая страна играет весомую роль. Производители продуктов питания и фермеры по всему миру зависят от Беларуси. Так что на самом деле для меня это стало новым доказательством идеи, о которой твердили многие из моих русских друзей. Много стран по всему миру не обладают суверенитетом. Они не могут выбрать свой собственный путь из-за того, что два блока воюют друг с другом. Один из ведущих дипломатов всегда говорит мне, «Вы знаете, Ричард, мы в России суверенны, то есть мы можем сами определять свое будущее». Но я увидел сегодня на примере истории развития Минского тракторного завода, ваше государство действительно суверенно и ежедневно вносит весомый вклад в жизнь десятков народов по всему миру. Так что экскурсия была очень увлекательной и запоминающейся. Когда я несколько дней назад ехал на машине из аэропорта в центр города, я был впечатлен чистотой, прекрасным вечерним освещением, эстетикой города в целом. Это было мое первое впечатление. А увидев историю Минского тракторного завода за последние 7 лет, я был очень тронут. Когда я был на Минском тракторном заводе, я купил целый набор шапок с надписями «Беларусь» и «Минский тракторный завод». Так что я и мои друзья-фермеры из Айова и Канзаса будем ходячей рекламой Беларуси. Я думаю, что мы должны донести послание до американских конгрессменов и сенаторов, и это послание «Проснитесь, потому что мир меняется». Как вы знаете, в августе в Йоханнесбурге, Южная Африка, состоялась крупная конференция стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки. И лидерство, продемонстрированное президентами и премьер-министрами, было экстраординарным. Формируется новая международная система, не только новая торговая и денежная система, но новый облик человечества в целом. И страны так называемого «глобального юга» или, как сказал министр иностранных дел России Лавров, «глобального большинства сейчас поднимаются». Мы вступаем в период, когда Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия будут играть реальную роль в движении вперед единого человечества. И я думаю, что это послание мы должны донести до американских конгрессменов и сенаторов, которые знают об этом очень-очень мало. Американские СМИ, американская пресса, CNN, Fox News – все эти сети настолько подконтрольны, что старая коммунистическая система контроля в Советском Союзе позавидовала. Поэтому я думаю, что послание, которое мы пытаемся донести этим политикам, это не история о Белоруссии, какой бы прекрасной она ни была, а о том, что весь мир переживает глубокие изменения, то, что мы в Шиллеровском институте называем «сменой парадигмы», в результате чего прежняя колониальная система, которая давала сбои в течение сотен лет, закончилась. И в связи с образованием нового банка развития появятся новые способы финансирования развития на Юге. Существует большой раскол между политикой и действиями американского правительства в Вашингтоне, которое в значительной степени контролируется Олд-Стрит и Лондонским Сити. Политика Вашингтона – это катастрофа. Президент Байден только что предложил масштабный бюджет на более чем 100 миллиардов долларов на вооружение для Украины, Израиля и Тайваня для подготовки к войне с Китаем. Это абсолютное безумие. Таким образом, действия Соединенных Штатов по поддержке Израиля и навязывание ему своей воли являются неминуемым геноцидом, массовыми убийствами, истреблением целого народа в Палестине. И мы очень обеспокоены и делаем все возможное, чтобы мобилизовать людей, чтобы предотвратить это. Это то, что делается на уровне правительства. Что же касается обычных людей, на прошлой неделе в Вашингтоне прошел марш, где участвовали от 4 до 5 тысяч американских евреев, осуждающих политику США и Израиля и требовавших прекращения огня. Затем 500 демонстрантов, в основном молодые люди, не нарушая закон, вошли в ротонду Капитолия, сели там и не уходили в знак протеста. Все они были арестованы. Три дня назад в 100 университетских городках по всей Америке прошли студенческие забастовки, когда студенты выходили из классов в знак протеста против действий США и Израиля. Но этого недостаточно. Это лишь самое начало того, что мы должны сделать в ближайшее время. Взрыв возмущения, нравственного возмущения со стороны американского народа по поводу того, что делается от его имени в отношении всей Юго-Западной Азии. На предстоящих выборах в США может произойти все, что угодно. Я думаю, нет ничего предопределенного. До выборов остался один год. Старые политические партии, демократы и республиканцы морально коррумпированы. Их политика практически идентична. Они ненавидят Китай, Россию, им плевать на уровень жизни простых американских рабочих. С другой стороны, у американцев весьма ограниченный кругозор. Подавляющее большинство американцев говорят только на английском языке или языке той страны, откуда они прибыли в Америку, например, на испанском. То есть знания китайского, русского или других языков попросту отсутствуют. Поэтому в некотором смысле американский избиратель это лошадь с зашоренными глазами. Вдобавок ко всему полностью подконтрольные СМИ транслируют версию о том, что Россия, Китай и их друзья, такие как Беларусь, являются врагами. Так что на выборах может случиться что угодно. Могут ли американцы снова проголосовать за Байдена? Да, безусловно, это может случиться. Как бы мне ни было стыдно об этом говорить, но такая вероятность есть. Вы знаете, кто самый популярный кандидат от республиканской партии на пост президента? Дональд Трамп. Дональд Трамп, верно. Дональд Трамп, против которого выдвинуто 19 обвинений. Они все сфальсифицированы, но его все равно судят. Но чем больше на него набрасывается Министерство Юстиции, тем популярнее он становится. Кстати, во время одной из явок в полицейский участок ему пришлось сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Эта фотография была опубликована в СМИ. Его сторонники нанесли ее на футболку, и она сразу же разошлась с десятками тысяч экземпляров. Получается, он своего рода народный герой. Он не политик, он не принадлежит к спецслужбам, однако пользуется большой популярностью. В лагере демократов на самом деле есть только Байден. Из нового можно отметить то, что Роберт Кеннеди-младший, сын известного в США генерального прокурора начала 60-х годов, объявил о своем желании баллотироваться в президенты. У этого претендента есть несколько интересных особенностей. Поскольку американский народ устал от двухпартийной системы и не знает, что делать, мы можем увидеть появление независимого кандидата. Его карьерный путь очень интересен. Ему около 60 лет. Он работал юристом в сфере экологического права, разоблачал корпорации, разрушающие окружающую среду. Таков был его профессиональный путь. Напомню, он племянник президента Джона Кеннеди, сын его брата Роберта Кеннеди, который был выдающимся генеральным прокурором. И мы вернемся к этой теме через минуту. Когда он объявил о своем желании баллотироваться, он сказал, ЦРУ убило моего дядю, президента Кеннеди. Это факт. И у меня нет доказательств, но я считаю, что ЦРУ также убило моего отца. Это потрясающе, что сын американского героя нашел в себе смелость сказать такое о Центральном разведывательном управлении, которое вело войну против Ирака, войну в Ливии, Вьетнаме, Афганистане, было замешано во всех этих ужасных событиях. Это действие требовало огромного мужества. И обычный человек знает, что официальная версия убийства Джона Кеннеди не соответствует истине. Так что это уже начало чего-то интересного, если такой известный человек, как сын Роберта Кеннеди, изобличает коррупцию на самом высоком уровне в правительстве США. Это вызывает интерес. В каком-то смысле есть две Америки. Настоящая Америка – это Америка, которая была создана группой гениев. По имени Бенджамин Франклин, Александр Гамильтон, Маркиз де Лафайет, Джордж Вашингтон. Эти люди были гениями, которые выиграли первую антиколониальную войну против Британской империи. Америка с концепцией прав человека продолжала жить в лице таких великих президентов, как Джон Куинси Адамс, Авраам Линкольн, Мак Кинли. А в 20-м веке эту политику продолжал современник Сталина, Франклин Дилана Рузвельт. Вот это настоящая Америка. Но есть и другая Америка, о которой чуть позже. Как вы, возможно, знаете, доктор Бенджамин Франклин не только выступил против Британской империи, но также проводил масштабные эксперименты с электричеством. И каждый раз, когда он публиковал новую статью о своих физических экспериментах, это производило сенсацию в России. А Ломоносов был большим поклонником и последователем этого гения, отца нации, доктора Бенджамина Франклина. Недавно я прочитал, что российская императрица Екатерина I общалась с президентом Джорджем Вашингтоном через Лафайета и писала, что составляет универсальный словарь всех языков мира и обращается за помощью к Джорджу Вашингтону, чтобы узнать о языке американских индейцев Чироки. Разве это не удивительно? А во время Великой Отечественной войны, в которой Россия и Беларусь потеряли десятки миллионов жизней, президент Рузвельт и маршал Сталин были не просто в переписке, они были близкими друзьями в разработке проекта «Разгрома фашизма». Вот это и есть настоящая Америка. Сегодняшняя Америка несколько иная, потому что с периода 1960-х годов, о котором мы уже говорили, произошел спад нравственности и интеллекта американского избирателя, и, конечно, политического класса, который сейчас олицетворяет жалкий президент Байден. Таковы два взгляда на реальную Америку. Я думаю, что в Калифорнии, знаменитой Калифорнии, число бездомных составляет около 300 тысяч человек. Это люди, которые живут на улице или во временном приюте. Из-за спекуляций банкиров с недвижимостью и жильем, тысячи людей потеряли дома и остались без крови. Все это сочетается со свободным распространением наркотиков, марихуаны, гашиша, которые легализуются правительствами штатов по всей территории США. В результате мы имеем безработицу, бездомность, наркоманию, высокий уровень самоубийств среди американских военных ветеранов, которые участвовали в таких ужасных войнах в Ливии и Афганистане. Таким образом, разрыв между Голливудом и Уолл-стрит и причастными к триллионам долларов с одной стороны и подавляющим большинством американцев, людьми, которые гонятся за этими долларами, с другой стороны, очень и очень велик. И об этом вы не прочтете ни в средствах массовой информации, ни на CNN. Это клевета идет из Лондона, потому что Лондон — это база британской свободной торговли и идея о том, что рынки должны быть нерегулируемыми и позволяющими красть у народа столько, сколько необходимо. Поэтому, когда есть сильная централизованная власть, как в Беларуси, которая заботится об инфраструктуре и основных сферах жизни, контролируемых, как и положено, государством, как это было при Франклине и Дилана Рузвельте в Америке, когда государство отстаивает свой суверенитет сильной централизованной властью, регулирующей здравоохранение, машиностроение, образование, фашисты свободной торговли в Лондоне называют это диктатурой. Наверняка даже называют коммунистами. Верно? Кроме того, посмотрите на конференцию, организованную вашим министерством иностранных дел, на которой я имею честь быть одним из докладчиков. В крошечную Беларусь приехали лидеры со всего мира, чтобы обсудить оптимальные направления развития. Это указывает на роль Беларуси, которая является своего рода платформой для свободного обмена идеями. Вот вам и диктатура. Кстати, о диктатуре. Как я уже говорил, когда меня вчера представили на панели для выступления по евразийской интеграции, я отметил, что считаю для себя большой честь просьбу Министерства иностранных дел о выступлении. Я чувствовал, что мне очень повезло. К сожалению, я единственный американец, выступающий в ходе двухдневной конференции. То есть ни один ведущий американский эксперт из всех университетов Гарварда, Еля, Стэнфорда, Колумбийского университета, ни одно правительство штата, ни один корпоративный лидер не набрался смелости, чтобы выйти из-под контроля Америки с ее главной темой, что Россия это плохо, Россия это враг. Ни один интеллектуал не захотел приехать и просто принять участие в диалоге. Поэтому я бы сказал, что сегодня в Америке гораздо больше диктатуры, чем в чьих-либо обвинениях в отношении Беларуси. Мир в целом меняется. Мой институт назван Шиллеровским по имени великого немецкого поэта, историка и драматурга Фридриха Шиллера. Все знают девятую симфонию Бетховена, и она заканчивается хором, поющим оду к радости. Это стихотворение, замечательная поэма, написанная Шиллером, которую Бетховен положил на музыку. Шиллер советует каждому из нас быть патриотом своей нации и гражданином мира, и то, и другое одновременно. Поэтому недостаточно быть патриотом Беларуси, или патриотом Америки, или патриотом России. Чтобы реализовать свой потенциал, нужно быть патриотом своей страны и гражданином мира. И это то, что я хотел бы видеть, особенно в молодом поколении беларусов. Это значит, что просыпаясь утром, вы спрашиваете себя, как я могу сделать все человечество лучше? Что я сегодня должен сделать для этого? Стану ли я врачом, или медсестрой, учителем или научным исследователем? Как я могу принести пользу не только своему маленькому району, своему небольшому городу, стране, но как я могу внести вклад в человечество в целом? Потому что человечество – это единое целое. И всякий раз, когда какая-либо из стран посылает астронавта в космос, будь то Америка, Китай или Россия, и астронавты смотрят вниз и видят эту крошечную землю, и все это целое, единое. Они возвращаются и говорят, эти войны и эти различия – это, в общем-то, иллюзия и трагедия. Это все один. И они вернутся, астронавты вернутся, и они все говорят, что эти войны, мы должны действовать ради друг друга и как единое целое. И это действительно послание для всех нас. Это образ мышления. И когда вы начинаете так думать, то все меняется. И когда вы начинаете думать так, то все меняется.